Александр Михайлович, он умный, хороший человек. На его уроках приятно находиться, он все понятно и доходчиво объясняет. Он разносторонний, с ним очень интересно проводить те же уроки литературы, потому что он не просто дает какие-то сухие факты из учебника или термины, он углубляется и в другие науки, такие как география, истории. Он очень умный, интеллектуальный и с ним каждый урок его очень интересный и с большим удовольствием ходим на его уроки. Он открывает своим ученикам мирсловесности и литературы, рассказывает о писателях, поэтах, да и сам пишет стихи. Потомственный филолог Александр Шагалов у школьной доски всего три года, но за это время смог влюбиться и предмет учеников настолько, что они слушают его, затаив дыхание или спорят, отстаивая каждый свое мнение. Вот и сегодня, казалось бы, обычный урок русского языка завершился неожиданно. К восьмиклассникам заглянул губернатор вне Минкондратьев. Глава региона тоже сел за парту и слушал урок абсолютного победителя конкурса «Учитель года России». А уже позже, общаясь с учениками, отметил, что Александр Михайлович не просто учит литературе и орфографии, а заставляет их думать и мыслить. Ребята, вам всем очень повезло, что у вас есть такой учитель. И я вас заверяю, его уроки вы будете помнить всю свою жизнь. Поверьте. Спасибо, спасибо. Спасибо. Урок вообще он любой, он невозможен без контакта. Един учитель тоже урок вывести не может. Поэтому я говорю на конкурсе, ребята, еще хочу сказать вам всем спасибо, потому что вы закаляете нас. В споре часто рождается истина. Поэтому без вас урок построить невозможно. И, как вы правильно сказали, для меня главное, чтобы они еще мыслили. После урока уже в неформальной обстановке за чашкой чая Вениамин Кондратьев, Александр Шагалов и его коллеги говорили о качестве образования, успехах и проблемах отрасли. Вспоминали слова классиков, которые неоднократно воспевали труд учителя. Губернатор еще раз подчеркнул, что работа школьного педагога должна быть комфортной. Ведь именно этот человек может разглядеть талант в своем ученике и привести его к победе. Поэты уже все сказали. И классики об учителях. Теперь же должны сказать те, кто принимает решения, чтобы жизнь в ученике стала реально лучше. Я это очень понимаю. И насколько я могу, насколько мне будет возможность, я всегда это буду делать. Я вас могу в этом заверить. Потому что, еще раз подчеркну, учитель – это основа основ. Учитель должен встать на высокую социальную площадку. Тогда мы будем иметь гарантированное, обеспеченное. Завтра. Благодаря молодому учителю-филологу и обладателю Большого Хрустального Пеликана впервые конкурс «Учитель года России» в следующем году пройдет на Кубани. Виняймин Кондратьев еще раз поздравил Александра Шагалова с наградой и вручил победителю ключи от квартиры. Сразу после уроков молодой учитель поехал смотреть новую однокомнатную квартиру, компанию сыну. Составил его маму Ольга Викторовна уже в лифте. Новосел признается, такого подарка не ожидал. Волнительно и радостно. Эмоций много. Сейчас зайдем, посмотрим. Просторная днушка. Сразу понравилась семье Шагаловых. Большая комната, кухня. Здесь все готово для комфортного проживания. Да и вид с балкона открывается живописный. Глядя на такой пейзаж, хорошо пишется, подмечает Александр. Хороший, я люблю вид, когда поле впереди. Это вдохновляет. Очень много эмоций, сейчас было. Сейчас тяжело что-то придумать, но я думаю, эти строчки появятся обязательно. Это первая собственная квартира молодого учителя. Сейчас Александр живет вместе с мамой и сестрой. Семья Шагаловых шутит. Квартира, заработанная своим умом и трудолюбием. А вообще, отмечает Ольга Викторовна, сын всегда все успевал. Учение ему давалось легко. Вот результат налицо. Спасибо, конечно, огромное всем за то, что оценили, что это действительно он смог показать свои лучшие качества. Все-таки сделать такой подарок городу, Армавиру и, соответственно, краю. И край, и город тоже нам сделали подарок. К новой квартире Александр пока еще привыкает. Присматривается и строит планы на будущее. А они у молодого учителя большие. Не останавливаться, развиваться, заниматься литературой, именно с литературным творчеством, также преподавать. Ну и знаете, есть такое поверье, что самую главную мечту, самую тайную, самую настоящую озвучивать слух нельзя. Ее нужно проносить с собой через всю жизнь. Елена Касабова, Денис Маскаленко, Денис Перец, Эдуард Тараканов, Кубань-24, Армавир.